Встреча депутата Павла Русакова с жителями домов номер 1 и 3 по советскому проезду. Главный вопрос – благоустройство территории. У нас не так давно появился фаршавный дизайнер, соответственно, мы его подключим к этой работе. Очередное чудесное спасение совершили врачи в Видновской районной клинической больнице. Рана очистилась сейчас, коронулирует и пациент готовится к выписке. Детская школа искусств поселка Горки-Ленинский в этом году отмечает свое 55-летие. Концертные мероприятия запрещены и, к сожалению, мы не сможем провести нормальный концерт. Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ему благодарность президента России. Более 18 лет Алексей Спаский работает в органах местного самоуправления Подмосковья. До того, как возглавит Ленинский городской округ, он был главой Каширы. С 2018 года он также является председателем Совета муниципальных образований Московской области. Телеканал «Видное ТВ» поздравляет Алексея Петровича и желает дальнейшей плодотворной работы на благо Ленинского городского округа и его жителей. 10 ноября состоялась встреча депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Павла Русакова с жителями домов номер 1 и 3 по советскому проезду. Основной вопрос, волнующий местное население, благоустройство дворовой территории. На собрании побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Двор – это место, с которого начинается день любого человека. Поэтому придомовая территория должна обеспечивать психологический комфорт. В этом уверена и Тамара Филатова, председатель Совета дома номер 3 по советскому проезду. Озеленение, да. Мы находимся в центре города, центр. Самые первые дома около администрации. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы, как знаете, в других местах нашего города, как-то привели вот эту часть города в порядок. Встреча по вопросам благоустройства придомовой территории с депутатом Павлом Русаковым была организована по инициативе неравнодушных жителей. Решили привести территорию, которая не относится к придомовой, а относится к муниципально неразделенной собственности. Решили привести ее в порядок и проработать проект ландшафта, который объединит территории двух домов. Как рассказал Павел Русаков, работы по благоустройству планируются весной следующего года. Для начала надо разработать проект этого. После этого его нужно будет осметить и, соответственно, представить все направления. На встрече присутствовал начальник отдела озеленения и праздничного оформления администрации Ленинского городского округа Олег Остапов. Здесь убрать листву, собрать мусор, обрезать кусты, соответственно. Дополнительно, может быть, высадить какое-то, сделать озеленение небольшое. То есть там кусты посадить где-то небольшие. У нас не так давно появился варшавский дизайнер, соответственно, мы его подключим к этой работе. Соответственно, постараемся что-нибудь сделать, чтобы здесь было, по крайней мере, гармонично все выглядело. Мы не просим необыкновенных каких-то кустов, деревьев или там каких-то необычных дорогих цветов. Нам это не нужно. Просто, чтобы помогали нам. Помогали. А мы, соответственно, будем помогать им. На собрание жители обратились к депутату и с другими волнующими их вопросами. Вопрос парковки и вопрос закрытия дворов в шлагбауме очень острый. Он уже поднимался и в городском поселении видно. И сейчас поднимается в Ленинском городском округе. Готовится к постановлению администрации. На последнем совете, по крайней мере, так докладывали. Соответственно, мы его будем рассматривать на совете депутатов. И после этого, если большинство собственников жилья многоквартирных домов поддержат эту идею, то, конечно, мы тоже поддержим со своей стороны. В ходе встречи также обсуждалась дальнейшая судьба детской площадки, расположенной у дома номер один. Если все-таки решиться детская площадка, чтобы оттуда входа не было. Я понял, что вход был с этой стороны. Это не проблема. Детская площадка, к сожалению, на данный момент, мало того, что она морально устарела, она уже не соответствует ни нормам современным НИСНИПам. И, скорее всего, она будет демонтирована. А вот что появится на ее месте, я предложил жителям домов проработать эту историю. Еще одна проблема – мусорные контейнеры во дворе, которые портят вид придомовой территории. С этим вопросом председатель совета дома номер три неоднократно обращалась в администрацию округа. Но пока безрезультатно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Очередное чудесное спасение совершили врачи Видновской районной клинической больницы. В конце октября к ним поступил тяжелый пациент с синдромом диабетической стопы, к тому же с коронавирусной инфекцией. У Сергея Ковригина диабет второго типа. На фоне этого на левой ноге у пенсионера образовалось воспаление. Обратился в Держинскую больницу, там и заболел ковидом. А стопа продолжала гноиться. Не попади Сергей Васильевич, Видное, он мог бы лишиться ноги. Высокопрофессиональные специалисты ВРКБ смогли предоставить больному грамотное лечение. Ему выполнена пустяник рактомия, рана очистилась сейчас, коронулирует, и пациент готовится к выписке. Сегодня здоровью Сергея ничего не угрожает. Коронавирус для него тоже прошел почти незаметно. Переболел им пенсионер в легкой форме. Может, я со мной застудился чуть-чуть, у меня просто кашель был. И все, а так, ну, дня два температура подержалась, и все. Видновская районная клиническая больница – одна из немногих в области, где создан полноценный ковидный стационар. Здесь лечат больных коронавирусом по разным профилям. Работают отделения хирургии, травматологии, кардиологии и неврологии. В Московской области продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Как и в период первой волны пандемии, на помощь в вопросах покупки необходимых продуктов и лекарств к ним приходят волонтеры. Добровольное общественное движение хорошо проявило себя весной. Сейчас ситуация сложнее. В данный момент времени, когда все, в большинстве случаев, все как так работают, выполняют свои профессиональные обязанности, уделить этому процессу больше времени не получается. Это объективное реалие. Плюс, соответственно, все прекрасно понимают, что это определенного рода риск. Поэтому, скажем так, на первых порах люди откликнулись на призыв стать волонтерами и оказать помощь своим близким, родным, соседям было больше, чем в данный момент времени. В настоящий момент основную работу взяли на себя активисты молодой гвардии «Единой России». По всем заявкам от граждан ими оказывается адресная помощь. Пожилые люди могут обратиться на горячую линию «Единой России» по телефону 8 498 547 34 35 или напрямую в штаб молодогвардейцев. Очень важно, чтобы люди, которые сейчас посмотрят сюжет, добросовестно отнеслись к этой возможности. Людей, готовых помогать, в данный момент не так много. Хочется, чтобы было гораздо больше. Поэтому, когда люди оставляют заявку, очень важно, чтобы это были продукты именно первой важной жизненной необходимости, а не традиционно тот набор, который они могли позволить себе собрать самостоятельно, целый день гуляя по тем или иным торговым точкам. Стоит сказать, что труд добровольцев отмечается и поддерживается со стороны руководства муниципалитета. Совсем недавно глава округа Алексей Спасский встретился со студентами Московского регионального социально-экономического института, состоящими в волонтерской организации. Общественники призывают всех неравнодушных людей присоединиться к ним в это непростое время. Если ты не имеешь фронических заболеваний, сердца, дыхательных путей и в целом дыхания, то в принципе никаких ограничений нет. Главное, соответственно, желание и возможность. Если эти, скажем так, два фактора у тебя есть, то милости просим в нашу дружную команду. Детская школа искусств поселка Горки-Ленинский в этом году отмечает свое 55-летие. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции провести полноценные торжества не получается. Тем не менее, коллектив учебного заведения все же готовит для учеников и педагогов небольшие сюрпризы. Вытягиваем. Такому событию, как юбилей школы, здесь принято готовиться заранее. Но в нынешнем сезоне в планы учеников и преподавателей свои коррективы внесла пандемия. Мы не можем собираться большими компаниями. Идут сейчас групповые занятия с соблюдением норм. Поэтому концертные мероприятия запрещены. И, к сожалению, мы не сможем провести нормальный, так сказать, концерт. Пять лет назад еще в старом помещении школы празднование 50-летия проходило по всем правилам. С угощениями, концертом, почетными гостями. В 2019 году школа переехала в новое помещение. Но старое здание преподаватели по-прежнему вспоминают с теплом. Там становление мое произошло. Там у меня первый класс был набран моих учеников. Первые выпускники. И с того выпуска у нас сейчас работает Илья Нурокорзова. Это моя бывшая ученица. Она сейчас пришла к нам. Несмотря на то, что в этом году сделать полноценный праздник не удастся, педагоги отмечают, что 55-летие – не только веселье. Это повод посмотреть в прошлое. Праздничное настроение есть, потому что 50-55 лет – это жизненный итог школы. Это время подводить итоги. А итоги есть, что подводить. Действительно есть. Ученики школы – неизменные участники муниципальных и областных концертов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. У каждого преподавателя в этой школе есть чем гордиться. Наш директор Екатерина Владимировна – это моя ученица по классу вокала. Замечательный человек. Есть две ученицы, которые учатся сейчас в ГИТИСе, в оперном классе и на актерском факультете. Это Полина Пелецкая и Кардао Софико. Есть одна ученица, которая работает уже в Мариинском театре у Гергиева, солисткой оперы. Несмотря на ограничения, все же планы на организацию юбилея есть. Пусть не такие, как думалось еще год назад, но все же они помогут создать ощущение праздника. Мы сделаем онлайн-выставку школьных работ обязательно. Возможно, сделаем онлайн-концерт. И я думаю, что если условия позволят, в следующем году мы сделаем большой отчетный концерт в апреле. В конце концов, главная цель всех этих мероприятий – в очередной раз заявить – мы есть, мы работаем, мы развиваемся. И не устаем нести прекрасное в этот мир. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова